Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. 63 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в регионе. 26 человек, жители Тольятти, 21 Самара, 5 Раново-Куйбышевска, по 2 Сызрани, Волжского и Камышлинского районов. По одному Чапаевска, Алексеевского, Красноярского, Кенельского и Пестравского районов. 21 пациента определили после обследования круга контактных с ранее заболевшими. 35 человек выявили с диагнозом пневмония и ОРВИ. 7 человек обнаружены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Всего в Самарской области зарегистрировано 2833 случаи заболевания коронавирусом. 1212 человек уже выздоровели. 23, увы, скончались за сутки. Врачами проведено почти 5,5 тысяч тестов на новую инфекцию. За все время почти 180 тысяч. Это только в Самарской области. Под медицинским наблюдением остаются 289 человек. В Самаре началась подготовка к Параду Победы. Напомню, в этом году он пройдет 24 июня. Сроки пришлось перенести из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня, по словам специалистов, эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется. Несмотря на ограничения, священная для всех дата. 9 мая в Самарской области не прошла незамеченной. Из-за пандемии формат многих праздничных мероприятий в регионе пришлось изменить. Большая часть проектов проводилась через СМИ или онлайн. Отчерствование героев войны проходило при соблюдении всех мер предосторожности, направленных на заботу об их жизни и здоровье. Так, огромное количество как всероссийских, так и региональных акций прошли в соцсетях. Это проекты. Памяти героев. 75 дней до победы. 75 лет спустя. Судьба солдата. Бессрока давности. А также флешмоб. Мы все равно скажем спасибо. Кроме того, в этом году Самарская область подготовила ряд уникальных офлайн-проектов. Один из самых ярких из них внутри истории, в рамках которого любой желающий мог с помощью виртуальной реальности погрузиться в события Великой Отечественной и увидеть их глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны производили в Куйбышеве. До введения ограничительных мер в проекте приняли участие свыше 50 тысяч человек. Затем он был переведен в интернет-формат, где также пользовался огромным успехом. Также в Самарской области провели акцию «Окна победы». Участие в ней приняло и региональное правительство. А сегодня полным ходом идет подготовка к параду победы. По плану он начнется на площади Куйбышева. В 10 часов утра военнослужащие уже приступили к подготовке парадных расчетов. Предположительно, в параде победы примут участие около 1700 человек личного состава. Более 50 единиц военной техники современного образца и 8 единиц техники военных лет. Кроме того, состоится демонстрационный пролет боевой авиации. Будут ли на параде присутствовать зрители, пока точно не ясно. Роструд рассказал, как будет оплачиваться дополнительный выходной в июне. Он назначен на 24 число. В этот день пройдет как раз парад победы. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается. Месячная зарплата работников не снижается. А день, предшествующий нерабочему предпраздничным, не считается, заявили в ведомстве. Однако, если начальство все-таки вызовет вас на работу 12, например, июня, вам должны заплатить за этот день в двойном размере. А вот работа 24 июня будет оплачиваться сдельно. За этот день выплачивается вознаграждение, размер которого определяет работодатель. Рабочее время накануне и выходных также будет разным. Перед Днем России работаем на час меньше. Согласно закону, перед парадом сокращать рабочий день не будут, поскольку 24 июня не праздничный день, а просто нерабочий. Впервые по всей стране прервутся передачи телеканалов и завоют сирены. Решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пресс-службе МЧС сообщили, что в октябре 2020 года в России впервые в централизованном порядке будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Проверки пройдут с запуском электро-сирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах. Ведомцы подчеркивают, в случае экстренной ситуации МЧС уже сейчас может задействовать одновременно. Все каналы первого мультиплекса планируются, что через 10 лет не менее 90% населения должны будут получать экстренную информацию именно через централизованные системы оповещения. Областной парламент переходит на удаленку из-за коронавируса. Один из сотрудников Губдумы может быть болен. Новые инфекции по решению председателя Губернской думы Геннадия Котельникова. Большая часть сотрудников будет работать дистанционно. В самом здании областного парламента обязательно ношение защитных масок. Все меры санитарной безопасности, дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции, мониторинг состояния здоровья сотрудников продолжают действовать. Все запланированные мероприятия будут проходить в дистанционном режиме. В Самаре отремонтируют склон у сквера Пушкиного. Расположен на пересечении улиц Куйбышева и Вилоновской. Работы по обновлению начнутся уже в этом месяце. Напомню, там частично обвалилась опорная стена. Теперь из-за этого ограничено движение по пешеходной дорожке вдоль Вилоновской. Ремонт сквера начнут с 25 июня, сейчас выбирают подрядчика для работ. Обновление должно быть выполнено в течение 28 дней и завершится к 25 июля, сообщает Департамент городского хозяйства Самары. Вся необходимая документация подготовлена. От укусов клещей пострадали 3,5 тысячи жителей региона. Из них более 600 случаев за последнюю неделю наблюдения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным еженедельного мониторинга, большая часть укусов клещами произошла на территории загородных частных объектов 43,5%. В дикой природе 15%. В парках и местах массового отдыха население зарегистрировано чуть более 1% укуса. В случаях заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом нет. 15 погибших и почти 600 раненых в ДТП в Самаре. Это статистика лишь за 5 месяцев текущего года. Этот показатель значительно выше, чем годом ранее. Сотрудники госавтоинспекции вышли в очередной рейд, чтобы еще раз напомнить о важности соблюдения ПДД как пешеходам, так и водителям. Наш корреспондент Екатерина Алексеева. Далее. Они очень торопятся, спешат и не всегда смотрят по сторонам. Но никто из пешеходов, нарушителей ПДД и не думает, что такая беспечность может стоить им жизни. Между тем, сотрудники госавтоинспекции отмечают, за прошедший месяц количество наездов на пешеходов значительно возросло. И лишь в 30% случаев виноваты водители авто. Обстановка на дорогах Самарской области остается очень сложной. Мы фиксируем рост тяжести последствий по отношению к прошлому году. Вот уже на данный момент, в 2020 году на дорогах Самарской области погибло 100 человек. При снижении, я обращаю ваше внимание, ДТП с участием именно пострадавших. Где-то на 7%. То есть это на 11 человек больше погибло, чем в прошлом году. При этом одним из самых распространенных видов ДТП после столкновения как раз является наезд на пешеходы. То есть примерно каждое третье ДТП в Самарской области – это наезд на пешеходы. За пять месяцев в Самарской области зафиксировано 365 наездов на пешеходов. 28 человек погибли. Еще 355 получили ранения. В связи с неутешительной статистикой, каждую неделю в июне будут проходить профилактические рейды. Сотрудники госавтоинспекции выбирают особо проблемные участки дорог. Там, где чаще всего случаются аварии, в том числе с участием пешеходов. Стараемся мы разъяснять, объяснять все правила, нормы дорожного движения. Как правильно проезжать нерегулируемые пешеходные переходы. Ну и все, что касается водителей, как участников дорожного движения. Специалисты отмечают, участились и случаи наездов на велосипедистов. Важно помнить, при переходе проезжей части надо спешиться, а уже потом продолжить свой путь на велосипеде. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Стала известна причина ДТП уречного вокзала, где Мазда врезалась в дерево. Несовершеннолетние пострадали в аварии под Тольятти и по Самаре бегала косуля. Горожане стали очевидцами необычного события. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Стала известна причина ДТП уречного вокзала. Там мужчина на Мазде вылетел с дороги, пересек встречную полосу, сбил ограждение и врезался в дерево. По словам очевидцев, на место аварии через несколько минут приехали полицейские. Они же оказали первую помощь водителю. Как сообщает сразу несколько интернет-изданий, мужчине-водителю стало плохо за рулем. У него поднялось давление, и он потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он проходит лечение в больнице. Несовершеннолетние пострадали в аварии под Тольятти и Приора. С тремя девочками-подростками врезалось в дерево. Одну из них пришлось госпитализировать. За рулем находился молодой человек, и он оказался единственным, кто не пострадал в этой аварии. По предварительной информации ГИБДД. Последний превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где в 11 часов и врезался в дерево. По Самаре бегала косуля, горожане стали очевидцами необычного события. Областная столица снова встречает гостей из дикой природы. Очевидцы заметили парнокопытное в районе улиц Мичурина и Осипенко. Также известно, что косуля поднялась от набережной реки Волга. Новокубишевская Нова покидает Суперлигу. Основная причина – проблема с финансированием. Клуб функционировал на деньги бюджета региона и вложения спонсоров. Последние сейчас урезали финансирование. Дальнейшая судьба клуба пока неизвестна. Скорее всего, в следующем сезоне болельщики увидят Нову в высшей лиге, а это второй по значимости российский дивизион. Сообщается, что теперь Новокубишевский клуб будет делать упор на подготовку местных волейболистов. Вернуться в Суперлигу команда сможет, но только в случае увеличения финансирования. Стоит напомнить, что еще в прошлом году Нову в середине сезона лишилась главного тренера и ряда ключевых игроков. А в текущем сезоне команда заняла последнее место в Суперлиге. Из 19 матчей волжане выиграли только три. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Будет дуть сильный ветер. Местами его порыва достигнут 20 метров в секунду. Теплая ясная погода уже сменилась грозой и постоянными осадками. Такой же прогноз делают синоптики и на ближайшие дни. При этом в дневное время ожидается до 27 градусов тепла. В вечернее время столбик термометра опустится до плюс 13, плюс 18 градусов. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы. Можем также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. gslimansky.ru Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24. Теперь еще на Янекс.ТВ, на Пирс.ТВ и в мобильном приложении СК-24. Там есть онлайн-трансляции телеканала и последние новости. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok